Всем доброе утро. Суббота. Пол пятого. Иду на работу. Начинаем работать с пяти. И пока не жарко. Вот где-то до девяти. Очень хорошо. Прохладненько. Красота. После девяти начинает уже так жарковато. Завтра воскресенье. Праздник. Тролица. Я думаю, что завтра я тоже буду работать. Потому что до обеда поработали. Потом дома. На море я все равно завтра тоже не поеду. Как я сказала, пока через нить работаем. Потом неизвестно. То ли пойду на яблоки. Сбор яблок. Или пойду на полевые работы. Но у меня есть два варианта. Меня уже пригодится спрашивала. Ты пойдешь на сбор яблок? Я говорю, ну, может быть. Но если будет слабое звено, я точно не пойду. Нет, нет. Я тебя поставлю к нормальным ребятам. Если пойдешь в сильное нормальное звено. Но она же видит, кто как работает. Я в эту бригаду пришла. Я не самая быстрая. Нет, есть девочки. Ну, парочку, которую делают больше, чем я. Меня это радует. Вот. Наконец-то я среди своих. Ну, есть люди, которые тоже быстро работают. И которые зарабатывают. Если есть еще полчаса, они сидеть не будут. За эти полчаса можно еще два ящика собрать. Два ящика это 400 рублей. Ну, как бы отдыхать дома будешь и зимой. А сейчас работаем. Поэтому мне в этой бригаде комфортно. Есть с кем посоревноваться, за кем погнаться. Молодцы. Я уважаю людей, которые вижу, которые будут такие, как я, еще и быстрее. Молодцы, что скажешь. Или на сбор яблок, работать с такими, как я. Потому что прошлый год мне вот здесь. Я после прошлого года, когда звено 18 человек, половина работает, а половина ходят в носу, ковыряются. Я сказала, нет, 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 никаких яблок. Но если это будет сильное звено, человек 6-8. Отлично, можем 3 500, 4 500 в день зарабатывать. И там мужчина тоже подошел, спрашивал, что он пойдешь на сбор? Я говорю, пока не знаю, пойду. И если пойду, только в сильное звено. И второй вариант пойти. Там у нас есть в селе полевые работы. У него там картошка, морковка, свекла. Ну, блин, это поля. Согневаюсь. Ну, там работа до часу, до двух. А если на яблоки идти, то работаешь до пяти. Но там как бы полевые работы, вот не мое. Не знаю, думай. Посмотрим. Я думаю, мне надо один-два дня съездить, поработать у того дядечки. Посмотреть, как пойдет. Если нет, все-таки на яблоки. Потому что на яблоках мне комфортно. Пусть даже и до пяти. Но если при этом хорошо зарабатывать, то можно и поработать. Лето, время заработков. Зимой будем сидеть дома. За тысячу пятьсот зимой выходить в грязь, в холод я не хочу больше. Поэтому работаем сейчас. Времени только пол седьмого. Но как-то так все шумно. Людей много, звенья много. Музыка с разных сторон. Сейчас собираем элитную черешню. Хозяин сказал, не дай бог. Увижу черешню без хвостика, выгоню из сада. Считай, приходит сорвать поштучно. Вот ее на дереве не так уж и много. Так берешь и сливаешь каждую. Каждую. Все, пошли относить. Один пак двести рублей. Так, иду за паками. Времени девять часов. Сделала всего лишь девять пробок. Учитывая, что я приехала вторую пак, где-то. Сначала шестого. А те, которые приехали раньше, у них уже по виду по полтора нас убрали. Но все равно как-то она медленно так собирается. Я сегодня на все время на 15 паков, на три тысячи. И я вот удовольствую. Наверное, делать надо выходной. Как-то я подустала. Разные деревья. Не знаю, будем мы такую собирать. Не будем. Ну, наверное, будем. Ее тут много. Без двадцати двенадцать сделала четырнадцать ящика и все, сказала. Стоп. Двадцать минут сидела, кушала, обедала. В общем, я устала. Завтра я точно буду дома. Завтра праздник. Воскресенье. Троица. Хочу сходить в церковь. Потом с детьми пойдем пошопимся. Шопинг. Пляжный лук. Куплю очки. Платье пляжное. В общем, все для пляжа. И надо отдохнуть, потому что сегодня вот я чувствую устала. У меня нет вот этого вот настроения, вот этого, вот этой энергии. Работать, заработать. Такая, фух. Если я завтра выйду, мало того, что я завтра мало заработаю, а потом еще целая неделя впереди, это вообще будет. Эффективность будет такая минимальная. Поэтому точно завтра я дома. Завтра будет влог. Церковь. Шопинг. Проведу время с детьми. Как-то я за ними соскучилась. Что-то я мало их, мало времени не вижу. Как будто сто лет их не видела. Так что в одном ящике, получается, где-то 8 килограмм. Это в деревянном. И у нас не по килограмму, у нас по ящику. Один ящик 200 рублей. То есть ящик наполняем, чтобы хорошая была наполняемость. Так визуально смотрим. Вот один ящик 200 рублей. Где-то 8-8,5 кг. Будет так. Не будешь? Все, съемка пошла. Вот эта мадам, которую я не буду сейчас показывать, сказала, что я сегодня лентяйка. Сказала, что блогер сдох. Ну, не совсем вздох, но да. Сегодня спарюсь, заблок. Я и призналась, что я сделала всего 14 шабаш. Вот видишь, и кто-то работает, пчелки. Молодцы. Не, ну хорошая черешня, зараза. Если бы ее была усыпана, да, вот это б можно было сколько заработать. Это так, что ее так поштучно стоишь и рвешь. Так, ладно, я тебе по-дружески помогу ведро дорвать. Ладно, так и быть. Все, выключаю. Что там происходит? Идем посмотрим. Ты как этот турецкий султан. А где твоя эта тюбетейка? Не знаю. Баба, ты что? Так, мяско. Прекрасное завершение рабочего дня, суббота. Какой? А где бабушка делать? Сейчас придет. Маринечка, убирай телефон. Она что-то на огороде, наверное, рвет. А что здесь? Мясо, салатик, картошка. Зелень? Он сейчас дождь принесет с огорода. Очень. Почему? Я разбиралась с биржей Байбит, с криптовалютой, с битботами. Все. Удачи. На сегодня влог закончился. Или еще будут что-то снимать? Или еще будут вечерние танцы? Жек, танцы еще будут? Конечно. Опа. Все. Все. Укроп, а петрушка есть? Ну, укроп. Это укроп, а петрушка есть? Популяр разрешил, мол, чели, прям тоже тут развлечься. Ну, давай. За чилили мы. Давайте. За что? За победу. Так как 22-го числа, 22 июня, фашисты напали на Советский Союз. И через пять лет была победа. Ну, давайте, да, за победу. За победу. А все мы тут чилим, да? На, по пять. Пусть и мурчела чилим. А, вот такая стакан. Сегодня можно. На, пей. А ну, дайте-ка мне мяско. А ну, Софьюшка. Деревенская жизнь. А я умею, а я умею. Мне вот так нам надо. Угу. Так она вообще не готова, не поджарилась. Что нам надо? Что-то с папулей происходит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok